Сотрудникам управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Красноярскому краю поступила оперативная информация о том, что один из жителей Северского района причастен к распространению наркотических средств на территории муниципалитета. В ходе проверки сведения подтвердились. На одной из улиц оперативники задержали 22-летнего местного жителя. При обыске в его квартире были обнаружены полимерные пакеты с веществом белого цвета. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим. В настоящее время мужчина взят под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В Северском районе состоялась встреча по вопросам противодействия незаконной миграции. Участники мероприятия посетили крупные предприятия муниципалитета. Возглавили комиссию заместитель начальника управления по миграционным вопросам Александр Богданов. Начальник отдела по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента внутренней политики Сергей Мозговой. Заместитель начальника организационного отдела управления по миграции Валерий Копыл. Совместно с представителями правопорядка и районной администрации они пообщались с руководством предприятий и трудоустроенными мигрантами. Проверили, как осуществляется рабочий процесс. Краевая делегация посетила ООО «Железобетон» в поселке Афибский. На производстве трудятся 9 жителей Республики Таджикистан. Все они имеют разрешение на работу. В ходе беседы мигранты рассказали об условиях труда. Следующим пунктом стал ООО «Кубань-экопродукт». Предприятие занимается переработкой и реализацией черного и цветного лома. Последним пунктом поездки стал тепличный комплекс на территории Новодмитриевского сельского поселения «Хутера-Оазис» ООО «Кубань-продукт». Здесь работают 15 жителей Средней Азии. Все они имеют официальное трудоустройство. Для иностранцев созданы хорошие условия труда. После объезда в зале районной администрации прошла рабочая встреча по противодействию незаконной миграции и дополнительным мерам по пресечению нарушения миграционного законодательства. В ходе у нас сегодня, сегодняшнего общения, сложилось впечатление первоначально, что все руководители высших перечисленных предприятий обладают информацией по численности, численному составу находящихся и трудоустройных у них предприятий иностранных граждан. По вопросу соблюдения их социальных гарантий, их содержания, жилье и так далее, нареканий со стороны тоже иностранных граждан мы сегодня не услышали. Поэтому в дальнейшем у нас работа эта будет налажена. То есть мы планируем в ближайшие 2-3 месяца объездить все оставшиеся муниципалитеты с данными мероприятиями. В рамках встречи представители краевой власти рассказали о ситуации с трудовыми мигрантами. На Кубани их зарегистрировано свыше 70 тысяч. Как отметили специалисты, за последние годы нелегалов стало значительно меньше. Шаг за шагом в Северском районе идет процесс обновления водопроводных коммуникаций. Постепенно старые железные трубы с ветхими соединениями вытесняет более современный и экологичный пластик. В станице Северской в районе Азовского перекрестка бригадой рабочих заменено старое соединение водопроводных труб. Ход работ лично проконтролировал глава района Адам Джарим. Подобного рода работы ведутся во всех поселениях, что со временем значительно улучшит качество жилищно-коммунальных услуг. Учиться никогда не поздно. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года номер 204 и в рамках национального проекта «Старшее поколение», служба занятости населения организует профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста с целью повышения их конкурентноспособности. Цель подобного обучения – обновить знания и навыки с учетом потребностей работодателей и быстрое обучение несложным профессиям. К лицам предпенсионного возраста относятся граждане за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование данной категории граждан организуются по востребованным профессиям на рынке труда. Чтобы участвовать в этом обучении, граждане, относящиеся к данной категории, могут обратиться в службу занятости. При себе необходимо иметь паспорт, трудовая книжка, документы об образовании. Если гражданин имеет группу инвалидности, документы, подтверждающие данную категорию. Обучение лиц предпенсионного возраста осуществляется как граждан, состоящих в трудовых отношениях, так и людей, ищущих работу. Во время прохождения обучения неработающим гражданам выплачивается стипендия в размере 11 280 рублей. Для направления на профессиональное обучение граждан, состоящих в трудовых отношениях с работодателями, необходимо самому гражданину обратиться к работодателю, для того, чтобы была подана заявка на его обучение в службу занятости. Для направления на профобучение гражданам предпенсионного возраста необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту жительства. Необходимый перечень документов для предоставления в службу занятости для граждан, состоящих в трудовых отношениях, является заявление от работодателя, паспорт гражданина, копия трудовой книжки, документы об образовании. Также, если гражданин имеет группу инвалидности, то документальное подтверждение данной категории. Профессиональное обучение осуществляется по востребованным на рынке труда профессиям, либо по заявкам работодателя. Стоимость обучения одного человека по данной программе составляет 68 500 рублей. Максимальный срок обучения по данной программе – 3 месяца. Обучение проходит в учебных заведениях Краснодарского края, либо по месту работы данного гражданина. Учебные заведения готовы выезжать на предприятие и оказывать свои услуги. Более подробную информацию о получении дополнительного образования гражданами предпенсионного возраста можно получить в Центре занятости населения по адресу. Станица Северская, улица Казачья, 65А. Телефон 8 861 66 2 40 82. Конфликт из воздуха. Жители хутора «Оазис» обратились в администрацию с жалобой. По их словам, тепличный комплекс, в котором выращиваются овощи, отапливает свои помещения и загрязняет воздух в населенном пункте. Дым от печей и остатки удобрений пагубно влияют на здоровье жителей. Со специалистами районной администрации, руководством и работниками теплиц встретился актив хутора. В ходе беседы жители предположили, что основная проблема заключается в некачественном сырье, которым топят печи. Котельная топится топливом, но вот она вот такая черная, запах от него, конечно, невозможно находиться. Потом средства защиты, по-видимому, где-то или рабочие, может, переборщили или что-то, но вот некоторых вырвало, у некоторых головные боли были. Тепличный комплекс занимает достаточно большую территорию, расположен по соседству с жилыми застройками. По словам руководства предприятия, все сооружения построены в соответствии с законом. Однако предполагаемые вредные выбросы, по мнению жителей хутора, оказывают сильно негативное влияние на здоровье людей. Через 2-3 года после вот этого дыма и после использования тех химических реагентов, которые используются при работе промышленных теплиц, это вызывает заболевание раком. Это вызывает заболевание раком. У кого осложнение с дыханием, с легкими, значит, это вызывает дополнительно осматические осложнения. Также на встрече поднимали вопрос территориального расположения комплекса. По поводу пересечения частных домовладений и земли, принадлежащей комплексу, высказался начальник отдела архитектуры и градостроительства Сергей Сугак. По правилам землепользования и застройки, когда делался генеральный план, еще он был сделан, я сейчас не дай мне сорвать, не соврать, где-то, наверное, в 2014 году. На основании чего и было сделано правило землепользования и застройки. Здесь всегда была земля сельхозназначение. Здесь и выращивание, все здесь разрешено. Решение подобных проблем требует целого комплекса мероприятий, вовлечения специалистов и точных исследований. Специалисты администрации района совместно с гражданами приняли решение о проведении экспертизы на предмет нарушений норм и законов, касающихся вредных выбросов и легитимности нахождения самого тепличного комплекса на нынешнем месте и в течение 30 дней дать полный ответ жителям. Начиная с сегодняшнего дня, специалисты будут готовить ответы. Соответственно, они выйдут еще раз сюда и каждый по своему направлению проведет работу. Сделают замеры, сделают проверки, заключения и дадут ответ жителям. Развитие предпринимательства в районе направление перспективное и, безусловно, важное. Однако не стоит забывать, что подобного рода производство не должно вредить или как-то мешать жизни и здоровью граждан. Торжественное открытие турнира по футболу памяти Андрея Андреева состоялось в поселке Афибском. Состязание проходит уже седьмой год, радуя всех любителей футбола. Мы прорубаем свое течение. Бьемся в скалы на гребне волны. Мы будущее страны. 30 мая на стадионе Андрея Ирена при поддержке благотворительного фонда памяти Андрея Андреева открылся футбольный турнир между мальчишками 2006-2007 годов рождения. В этом году за Кубок Победителя сразятся 8 команд из Краснодара, Сочи и Северского района. Ребята вышли на поле под флагами своих клубов. Футбольный турнир – это не только спортивное состязание, но и большой праздник с артистами и спортсменами. Перед началом турнира с приветственным словом к организаторам, игрокам и болельщикам обратились почетные гости мероприятия. Северский район очень спортивный, дорогие гости. Всегда приглашаем на все мероприятия. В этом году нашему району исполняется 95 лет и обязательно мы еще не раз встретимся. Всем желаю счастья, всем желаю мира, добра и благополучия. И пусть победит сильнейший. С праздником! России нужны сильные, сильные духом, физически, молодые люди. Это будущее России. С праздником вас, дорогие друзья! Приветственное слово произнес директор благотворительного фонда Андрей Викторович Андреев. Я рад вас приветствовать на Андрея-арене, который потихонечку становится домом Афельчан. Я очень благодарен вам всем, кто принимает участие в этих мероприятиях, потому что мы это делаем для наших деток. Спасибо вам огромное и болельщикам, и участникам, и руководителям, и всем, кто даже не смог прийти, но не знают об этом. Огромное вам спасибо! После открытия турнира команды сыграли первые матчи и порадовали своей игрой всех пришедших зрителей. Турнир продлится три дня. 1 июня состоятся финальные матчи, после чего пройдет торжественная церемония награждения победителей седьмого турнира по футболу памяти Андрея Андреева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кроме того, телевизор должен поддерживать формат МПЕГ-4. Нашли? Тогда вам ничего не надо делать, просто включить поиск каналов. Если вы покупали телевизор после 2012 года, скорее всего он поддерживает нужный стандарт. Если же телевизор старый и тюнера в нем нет, то нужно докупить специальную приставку. В продаже их множество, от самых простых и недорогих до более продвинутых с дополнительными функциями. Например, возможно запись любимых программ и даже установка караоке. Главное, посмотреть какой вход есть у вашего телевизора. Старый RTA, так называемый тюльпан или более новый HDMI. На приставке должен быть соответствующий разъем для подключения. Чтобы подключить и настроить приставку, внимательно изучите инструкцию. Не забудьте про антенну, ее придется поменять, если она была куплена до 90-х годов. В случае плохого приема сигнала к ней может понадобиться усилитель. Теперь все каналы в самом высоком качестве и никаких помех. Международная группа астрономов сделала сенсационное открытие. Они обнаружили ранее неизвестную экзопланету, которая перевернула их представление о звездах и планетарных системах. Такой планеты, по сути, вообще не может существовать. Она находится в так называемой Нептуновской пустыне, то есть очень близко к родительской звезде. Так близко, что делает оборот вокруг нее всего за один земной день и семь часов. В этой зоне очень сильное излучение. Раньше считалось, что в ней не могут существовать планеты с газовой атмосферой, которая попросту бы испарялась. Однако у открытой экзопланеты атмосфера есть. А температура на ее поверхности достигает тысячи градусов по Цельсию. Исследователи назвали новую планету невозможной. Она находится на расстоянии 920 световых лет от Земли. «Если эта невозможная планета вообще существует, значит, мы чего-то не учли. Возможно, ее планетарная система очень молодая, поэтому газ еще не успел испариться. Возможно, планета находится там недавно. Еще есть вероятность, что излучение звезды очень слабое, поэтому его недостаточно для того, чтобы испарить газ». Астрономы сделали открытие с помощью телескопов Паранальской обсерватории, которая находится в пустыне Атакама в Чили. Они смогли зафиксировать экзопланету в те периоды, когда она проходила на фоне своей звезды и была видна в ее лучах. Обнаруженная планета на 20% меньше Нептуна и в три раза больше Земли. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА